Скандальное фото из колонии. Максим Валишин, осужденный за убийство Елены Патрушевой, выложил в социальные сети снимки с сокамерниками. Слово Али Согриной. Пользователи сети уже назвали снимки курортными. На них осужденный Валишин позирует в окружении новых друзей, демонстрирует накаченные бицепсы и хорошее расположение духа. Как скандальную фотосессию комментируют близкие погибшие и сотрудники ГУФСИНА, расскажу далее. Анастасия Малани обсуждает с однокурсницами скандальную фотосессию из колонии. Девушка, близкая подруга, убитой в ноябре 2014 года Елены Патрушевой. На снимках осужденный за убийство школьницы Максим Валишин. В окружении сокамерников показывает всем, в каком хорошем расположении духа он находится, комментирует Анастасия. Девушка признается, увиденным сильно возмущена. То, что нет ни капли сожаления у человека, он просто с счастливым видом показывает это всем. То, что у него все хорошо в жизни. Мы просто все в шоке, хотим, чтобы это как-то положение исправили, соответствующие органы. Чтобы изъяли телефон, чтобы человек действительно отбывал свое наказание таким образом, без такого наглого поведения. Близкие и трагически погибшие Лены Патрушевой шокированы снимками осужденного Максима Валишина. Молодой человек выложил в социальные сети целую серию фотографий из колонии строгого режима. Вот он демонстрирует накаченные бицепсы. Здесь широко улыбается в компании новых друзей, а тут просто отдыхает на кожаном диване. Причем в руках сокамерника можно разбивить сотовый телефон, а на заднем фоне позера не аскетичную камеру, а светлую комнату с накрытым столом. Все фотографии хорошего качества, а значит, по всей вероятности, сделаны на смартфон, комментирует знакомая осужденного. Павел рассказывает по телефону, с Валишиным познакомился в секции по баскетболу. Осужденный всегда был общительным, любил спорт, но демонстрировать это из колонии считает оскорбительным. Это неправильно, конечно. Нельзя после такого дела, чтобы так нормально жили и все остальное. Валишин отбывает наказание сроком на 16 лет. Он вместе со сводным братом Кириллом Планковым признан виновным в убийстве 17-летней школьницы. Девушку искали родственники, друзья и сотни волонтеров, нашли ее мертвые в лесу. Позднее выяснилось, что Кирилл Планков привиновал Елену Патрушеву и решил расправиться с девушкой. Вместе с братом Максимом Валишиным они отвезли ее в лес, где жестоко избили и оставили умирать. Судебная экспертиза показала, причиной смерти школьницы стала травма шеи. В колонии строго-настрого запрещено пользоваться телефонами и уж тем более использовать интернет, рассказывают сотрудники ГУФСИНА. По факту фотографий, размещенных в сети интернет, в ГУФСИН России по Челябинской области будет проведена служебная проверка, по результатам которой осужденный будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Максим Валишин уже помещен в штрафной изолятор на 15 суток. Не исключено, что условия содержания в колонии для него ужесточат. И надеяться на условно-досрочное освобождение ему теперь явно не придется. Кроме того, устанавливается, как к осужденным вообще мог попасть телефон. В Каслинской школе шестиклассник пытался повеситься после издевательств учеников. Мальчика вынули из петли в гардеробе. И прокуратура уже провела проверку. По результатам проверки на имя руководителя управления образования администрации Каслинского района внесено представление об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого директор образовательного учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности. Директор в тот день был дежурным от администрации школы и за детьми не усмотрел. Несколько старшеклассников оскорбляли ученика шестого класса в туалете школы. После публичной экзекуции мальчик решил повеситься на шнурке в гардеробе. Задуманное реализовать не удалось. Ребенка вынули из петли и отвезли в больницу. Преступные легкомыслия так охарактеризовали действия жительницы Казани, лишившейся дочери на горе Еремель. В Башкортостане завершено расследование уголовного отдела о причинении смерти по неосторожности. В Башкортостане завершено расследование уголовного отдела о смерти 14-летней школьницы из Казани. Девочка-подросток скончалась на горе Еремель в марте прошлого года. Подозреваемая мать ребенка. 33-летняя женщина нарушила правила безопасности, отправившись в поход в 22-градусный мороз без оборудования, теплые одежды и еды. По данным следствия она совершила преступные легкомыслия, потому что не свернула с тропы засветло, бросила на снегу замерзающую дочь, а сама с 5-летним сыном отправилась дальше. За причинение смерти по неосторожности женщине теперь грозит до двух лет лишения свободы. Любитель спиртного похитил бутылку дорогого коньяка в Златоусте. В момент кражи попал в объектив сразу двух камер видеонаблюдения. Алкомаркет в центре Златоуста. Вот мужчина не спеша проходит вдоль полок с бутылками, потом останавливается возле стеллажа с дорогим коньяком и, делая вид, что читает этикетку, хватает с полки коробку со спиртным и прячет ее под куртку. Со второй камеры видно, что в это время продавец ошла к холодильнику и просто не могла заметить вора. Но так просто скрыться с благородным напитком у похитителя не получилось. Его задержали и уже предъявили обвинение. До пяти лет колонии. Субтитры создавал DimaTorzok